Привет, друзья! С вами Анна Тюмерова, и это новое видео о том, как сделать вот такие подарочки. Как красиво упаковать в коробке конфет или какие-то другие подарки своими руками. В этот раз я предлагаю сделать упаковочку более оригинальную. Снова на коробке в Камильфо я буду показывать, как я это делаю. И для этого мне нужна будет ленточка вот такого зеленого цвета, 2,5 см шириной. Сразу вам буду показывать, чтобы всем было понятно. Я возьму сиреневую ленточку 1 см шириной, и я возьму 2 ленты, немножко более яркого цвета и более бледного, сиреневого цвета, 5 см шириной. И немножко мне понадобится еще ленточка 2,5 см шириной, вот такого сиреневого цвета. Еще для этой композиции мне нужна будет свечка, потому что мы будем немножко творить при помощи огня. И какие-нибудь бусины, какие у вас есть, можно любые бусины, в принципе, подходящие по цвету, по нашей композиции. Можно взять и сиреневые, можно взять и белые. Все, что у вас есть, что подходит под ваш подарок. Теперь я беру коробочку Камильфо и оборачиваю эту коробку ленточкой 2,5 см сиреневого цвета. Я буду фиксировать, закрывать девушку на этой коробочке, чтобы хорошо виднелась надпись и вот эта вот печать коробочки конфет. Приклеиваю ленту немножко в натяг. Вот, обернула теперь ленточкой коробочку конфет. Что делаю дальше? Дальше я беру ленточку, давайте сначала мы с вами сделаем фунтики для цветочка. Я беру ленточку зеленого цвета и делаю из нее вот такие петельки. Сейчас расскажу вам про размеры для петелек. Одна петелька у меня высотой 4 см. И склеиваю снизу концы этих петелек, так, чтобы они зафиксировались. Должны получиться вот такие двойные петельки. Некрасивый край отрезаем сразу, чтобы он был аккуратный. И делаем вот таких петелек 4 см высотой 4 штуки. Смотрите, у меня получается, они смотрят немножко в разные стороны. Нам нужно будет сделать вот такой кружочек вокруг, расставить зелеными петельками. Это будет имитация бантика. Сделала 4 петельки. И теперь их мне нужно приклеить к серединке вот этой ленты, крест-накрест, которая у нас по уголочкам. Начиная с уголочка, я начинаю приклеивать в круговую. Не стремитесь прямо впритык, оставляйте немножко места, потому что в середке у нас с вами будет цветочек. И место нужно будет для него тоже. И лучше смотрится, когда бантики будут более воздушные. Смотрите, у меня тут не хватает еще одного. Добавляю еще один. И теперь делаю еще штук 5-6 петелек одинарных. Также 4 сантиметра высотой эти петельки пусть будут. И их я буду приклеивать между теми петельками, которые уже у нас приклеены. Еще один круг одинарных. Нужно добавить еще одну. И круг завершится. Сейчас получилась вот такая листва для цветочка. И внутрь осталось добавить всего лишь цветочек. А для цветочка я беру ленту 5 сантиметров шириной. Снизу выравниваю краешек. И отрезаю отрезок равный 6 сантиметров. У меня 6 сантиметров высотой и 5 сантиметров шириной. И вот таких вот отрезков мне нужно будет штук 7-10. В зависимости от того, насколько плотненький хотите вы сделать цветочек, количество таких лепестков будет варьироваться от 7 до 10. Можно сделать и поплотнее, можно сделать еще побольше лепесточков. Еще нам нужно заготовить ленточки высотой 5 сантиметров и шириной 5 сантиметров. Таких штук 7. И здесь можно взять двух цветов. Можно взять темно-сиреневый, вот такой, да, у меня ярко-сиреневый. И можно взять побледнее или какой-нибудь молочный оттенок. Добавить цветочку игры красок. Главное, чтобы у вас это все сочеталось с вашим подарком, с оттенками, которые есть в подарке. Вот я возьму вот такой вот бледно-сиреневый. Он не будет сильно выделяться, но будет давать легкое мерцание самому цветку. И это будет красиво. И теперь из этих заготовочек, которые мы с вами сделали 6 сантиметров и 5 на 5, нужно сделать овал. Сделать кружочки, овалы. Берем сразу по несколько ленточек и закругляем уголочки. Вот эти жесткие края у лент я отрезаю. Не обязательно здесь прям делать идеально, ровно, красиво. Это все свечкой мы сейчас подплавим, и этого не будет видно. И то же самое делаю с ленточками, равные 6 сантиметров. Их тоже закругляю. Они будут не круглые, а овальные, потому что они у нас 6 на 5 сантиметров. Такие вот овалы у нас получаются и кружочки 5 на 5. Теперь я беру сам лепесточек и начинаю его над огнем по краям подплавлять. Так, чтобы у нас немножко закручивался сам лепесток и не осыпалась ленточка. У нас лепесток приобретает вот такую зогнутую красивую форму. И все это я проделаю с каждым лепесточком. Главное, не держите слишком долго, а то у вас он почернеет. Один-два лепесточка сделаете и приноровитесь. Получаются вот такие красивые лепестки. И теперь каждому-каждому лепесточку мы придаем такую красивую изогнутую форму. Если вдруг вам горячо, то можно взять какие-нибудь плоскогубцы, и при помощи плоскогубцы вот так вот прожигать лепесточек. Мне, честно говоря, удобнее пальчиками. Но если это маленькие лепесточки, то я делаю, конечно, со специальными инструментами какими-нибудь. Потому что когда близко к свечке, это горячо. Вот так вот. Компорт? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заготовила лепесточки 6х5 см и 5х5 см И нам осталось сделать еще несколько лепесточков Лепесточка 3х5 см Можно сделать 3х4 см Вот такие лепесточки у меня получились Красивые изогнутые края Слегка подплавленные И благодаря им как раз лепесточки и приобретают красивую изогнутую форму Теперь я беру большие лепесточки Лепесточки 6х6 см И этот лепесточек я промазываю термоклеем Буквально немножко дальше середины И на него приклеиваю следующий лепесток Здесь тоже чуть-чуть правее от середины внизу лепестка Я приклеиваю следующий лепесточек И вот так вот по кругу я приклеиваю штук 7-10 лепесточков Вот так вот в круговую Чем объемнее вы хотите, чтобы был цветочек И чем пышнее он у вас должен быть Тем больше лепесточков по первому кругу вам понадобится Сюда капаю капельку клея И начало, первый лепесточек я приклеиваю с последним Первый на последний сверху У нас получается вот такая заготовочка Такой красивый первый ряд лепесточков Теперь берем лепесточки, те, что мы сделали поменьше 5 на 5 сантиметров И из них тоже формируем такую юбочку Здесь можно чередовать светлые лепесточки и темные Для того, чтобы получилась красивая игра лепестков Нам нужно сделать столько лепесточков, чтобы круг спокойно уместился внутрь самого цветка первого слоя Я приклеиваю первый лепесточек над последним У меня во втором кругу получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лепесточков А в первый круг лепесточков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Теперь капаю термоклей под юбочку и вставляю второй ряд лепесточков внутрь первого И у нас уже получается вот такой цветочек Можно немножко его раскрыть Получается такой воздушный И теперь осталось сделать серединку Я беру лепесточки 5 на 5 сантиметров Но приклеиваю их немножко нахлёстом друг на друга Клей капает чуть-чуть повыше Приклеила три лепесточка Теперь на третий лепесток снизу я капаю клей И первый натягиваю на последний Делаю кулечек небольшой такой И этот лепесточек склеиваю получше Получается вот такая серединка цветка Снизу капаю клей и его тоже фиксирую внутрь цветочка У нас получается вот такой цветок Для того, чтобы этот цветочек был красивый Я в него вставлю бусинки Можно взять бусинки сиреневого цвета Можно взять бусинки белого или розового Я перемешаю Возьму розовые и сиреневые в перемешку Такая серединка цветочка у нас получится Есть имитация того, что там у нас есть пыльца Серединка цветочка И очень красиво в результате получается сам цветок Вот такой милый цветочек из ленточки у нас получился И уже с этим цветочком можно делать брошки Можно приклеивать его к резиночке И ходить с такими симпатичными резиночками Сделанными своими руками Такие цветочки вы можете сделать вместе со своей дочкой И она будет, я уверена, гордиться тем, что она сама смогла сделать такие цветы из лент Даже если вы ей помогли Она будет с огромным восторгом ходить с такими резинками Вот такой вот нежненький красивый цветочек у нас получился Теперь его мы вставляем в серединку зеленой листвы И получится уже готовый красивый подарочек Для этого я просто наношу термоклей по нижней части цветочка И приклеиваю его в серединку зеленой листвы Вот что у нас с вами в результате получается Получился очень симпатичный, красивый подарочек И его уже можно подарить кому угодно И директору, и учителю на день учителя Воспитателю, если это день воспитателя И даже врачу, если вы хотите просто отблагодарить его За его труд, внимание и заботу о вас Такие подарочки можно сделать и с другими оттенками атласных ленточек Какие бы вы ни выбрали, все равно будет это очень красиво и эффектно Я же желаю вам своими подарочками приносить радости вашему окружению Близким и родным людям С вами была Анна Тюмерова И до скорой встречи на следующих видео мастер-классах Пока-пока!